Вот уже шесть лет подряд саратовец Михаил Бутырин приезжает в Ульяновск, чтобы участвовать в первенстве России по биатлону среди ветеранов. И редкая гонка обходится без его победы. Вот и накануне в спринте Бутырин, единственный из всех 50 участников, прошел два огневых рубежа без единого промаха. Удачи в большей степени. Потому что на ноль стрельнуть это и спортсменам элитного класса достаточно сложно. Это спортсменам, но в нашем уровне, как бы уже возрастным спортсменам, это вдвойне тяжело. Ну, удачи и плюс какие-то тренировки, наработки. Отменная стрельба и сделала Бутырин одним из главных претендентов на победу в масс-старте. Эта дисциплина в программу ветеранского чемпионата вошла в прошлом году. Ею заменили пассют. По мнению организаторов, именно гонка с общего старта уравняла шансы всех участников. Если первый день человек где-то провалился, невозможно выйти в победителя. Поэтому с чистого листа, скажем, проводим масс-старт. Пять, четыре, три, два, один, марш! Первый из пяти двухкилометровых кругов все участники сильнейшего забега прошли в одни ноги. Никто вперед не бежал. А медальные разборки участники устроили именно на огневом рубеже. И тут пару снайперу Бутырину составил петербуржец Сергей Чистилин. Накануне спринте он был только четвертым, а тут начал палить словно из пулемета. На четырех огневых у него всего один промах и первое место среди спортсменов не старше 50 лет. Я понимал, что ногами мне не убежать. Шансы только стрельба может дать. Ребята дали мне шанс, я им воспользовался. Правда, победа в абсолютном зачете Чистилину не покорилась. Сорокалетний Ульяновец Вадим Трифилов стрелял чуть хуже, зато бежал очень быстро. На заключительный круг после нескольких промахов на огневом рубеже он уходил вторым, но финишировал в итоге первым, завоевав свою очередную золотую награду. После гонки обладатель лучшего времени признался, что в начале зимнего сезона вообще не планировал участвовать в соревнованиях. Но ноги сами бегут в бой. Я один старт посмотрел в начале сезона и не смог удержаться. Начал опять бегать, бегать. Этот трясин засасывает, а тут выбраться уже невозможно. После спринта и масс-старта ветеранский чемпионат страны взял выходной. Он возобновится в воскресенье, 19 февраля. На десерт любителям биатлона приготовили командный вид – эстафету. Ее старт в 11 часов. Михаил Сашанский. Новость Ульяновской правды.